я рад вас приветствовать уважаемые зрители всем привет меня зовут м кей будем сегодня кратки и немногословны в общем почему я так начал свое видеообращение я имею ввиду вы видели да то что у меня как-то странно началась запись потому что я к сожалению а может быть и и не к сожалению я забыл свою видеокамеру но это сам не самое не самое главное и она у меня лежит в машине я просто снимаю телефон он ничуть не хуже снимает может быть просто немножечко меня будет чуть-чуть тише слышно но это я думаю что это не главное не особо это важно в общем что я хотел сказать ребят значит полным ходом началась работа праздники закончились сегодня второй рабочий день немножечко конечно сразу видите до что все равно работа дает свои какие-то плоды ты когда отдыхаешь ты понимаешь что блин как же хорошо у тебя куча свободного времени чтобы позаписывать чтобы сделать свое любимое дело чтобы порадовать вас сейчас конечно же этого не происходит опять же видео выходят они будут выходить но более маленьком количестве нежели когда они выходили на праздниках я пытался делать пытался я не могу сказать что мне получалось это каждый день или как я планировал хотя сделать марафон сделать около 6 7 8 видео а то и 10 плюс эти видео вы просите вы пишете или некоторые там начинают возмущаться мои друзья тоже очень самое интересное пишет что заливая видео побольше это вот антон регуляр постоянно благодарит меня сейчас за серию которую я выпускаю на xbox 360 это фейбл 2 спасибо антон что смотришь что могу сказать этот человек это хранитель моей группы вконтакте благодаря ему эти видео добавляются уже на протяжении в общем как открыл я мой старый первый канал на протяжении полутора полтора года дает так может быть даже и больше я не знаю я просто на какое-то время бросал свое детище я не занимался наверное около может быть пяти четырех месяцев вообще абсолютно но этот человек мне помогает спасибо тебе огромное антон поэтому вот вообще вот о чем сегодня видео обращение просто вот о том чем я хотел просто поболтать с вами о каких-то изменениях изменениях на канале что же теперь будет и так самое главное что же теперь будет в общем самое главное мой приоритет это конечно же приставки нового поколения next-gen так сказать xbox one распаковка его потом какие моменты playstation 4 конечно же тоже распаковка на камеру этого замечательного продукта но к сожалению сейчас стране особенно у нас на территории сочи и не знаю может быть потому что этот город является пристально слизь следят все кому наверное не лень потому что сами понимаете что через там буквально 20 чем-то дней будет происходить олимпийские игры у нас ну в общем никак не могут завести они playstation 4 вы понимаете да что xbox one возможно появится официально в россии нескоро поэтому будем решать но сейчас как-то вот у меня приоритет хотя бы на playstation 4 потому что почему я объясню playstation 4 во первых она официально запустилась в россии на ней тоже очень хорошие игры xbox one мы посмотрим но просто чуть попозже и самое главное что как вы понимаете что финансы они просто не резиновые я не могу купить две дорогостоящие игровые консоли сразу же да и это я считаю не совсем рационально когда и так сейчас я уделяю каналу очень очень мало времени да у меня сейчас получается я выкладываю те записанные серии которые я выложил на празднике ой выложил на празднике записал на празднике у меня кошка там кричит если вам слышно то не обращайте внимания и что могу сказать что вот эти вот серии пока что еще не закончились там у меня по на записанной за это с димой ильей опять же большая благодарность илье вайперу за то что он записывал за то что он выложил канал человека около девяти тысяч подписчиков спасибо ему огромное спасибо бельскому ними потому что без него на выходных за период праздников у меня прибавилось около двадцати-тридцати подписчиков конечно же это благодаря илье и диме спасибо вам огромное ребята вы реально вот от души потому что на самом деле благодаря им меня узнают новые глаза и это самое самое главное самое приятное наверное из этого хобби когда ты делаешь свое видео и видишь когда его смотрят и когда комментируют и ставят оценки это безумно безумно прям приятно это самое наверное главное за из-за чего занимаются наверное летсплеер из-за чего делают вообще ютуберы свое видео выкладывают создают свои каналы выкладывают сюда конечно же потом деньги это монетизация но я вам могу объяснить такие вещи то есть есть богатство есть деньги и есть власть да и вот когда человек достигает какой вот айпогея а в деньгах он уже нуждается настолько насколько он в них нуждался да у него есть эти миллионы у него есть заводы у него есть бизнес свой но у него нет власть а власть намного больше наркотик намного больше она дает удовольствие и приносит вот эту вот душевную отдачу нежели деньги поэтому власть она стоит выше потом уже деньги да то есть когда человек становится бизнесменом потом он все равно идет в городскую думу в собрание в парламент баллотируется в президенты выбирается то есть соответственно здесь деньги на ю тубе существует эта партнерка это ваша монетизация это ваша благодарность благодарность в качестве того чтобы просто не загнулись и не так сказать удаляйте чаще своему хорошему детищу да вот еще чаще еще стимулирует еще мотивирует но комментарии и лайки и прибавление в подписчиках до рост рост развитие канала это наверное стоит на первом месте это еще больше приносит удовольствие по крайней мере не так потому что я толком то из канала да какой там толком там абсолютно гроши сейчас данный момент и идут я этому тоже рад но тем не менее как бы понимаете да что просто половина людей которые занимаются это просто ради своей какой-то отдушины ради своего душевного душевного такого до хобби хобби и я не могу назвать это работой хотя как сказал знаменитый генри форд он сказал хорошая хобби это есть работа ну что-то в таком роде я сейчас не вспомню но смысл вы уловили и так что 1079 подписчиков спасибо вам огромное ребят всех подписчиков я вот 1079 я их благодарю недавно было 1080 но это стандартная ситуация для канала кто-то отписывается кто-то отписывается кто-то приписывается ребят друзья я вас реально благодарю что вы смотрите и вот честное слово по я понимаю что 1080 меня не смотрит это нормальные ситуации никогда там да взять там много миллионные каналы и миллионные каналы и это может смотрят 1400 то есть но это нормальная стандартная ситуация но все равно вам друзья спасибо и я буду старается делать радовать вас в этом году как можно лучше и как можно больше хороших видео выпускать конечно же это вот будет час ориентир в основном будет поменьше видеоблогов хотя они тоже будут я прекрасно понимаю что вам больше интересны это игровые моменты игровые видео но вот поменьше видеоблогов и конечно же как только мы приобретем playstation 4 я думаю что она будет первее чем xbox one мы сразу запишем новое видео по килл зону по килл зону так что ребята это не просто какие-то там обещания это прям вот я вчера ходил в магазин позавчера ходил в магазин каждый день продавцы кормят завтраками что вот буквально в середине января 14 15 они говорили 30 декабря что появится приставка но сейчас они уже говорят что возможно в конце января а может быть в начале февраля то есть никакой ни у кого нет официальной информации никто не может как-то вас заверить что вот вот приходите 19 и точно не останетесь без приставки потому что сами понимаете да еще такая ситуация я не знаю может быть работает рынок скупщиков как-то то есть вот как там раньше назывались спекулянты да которые покупают за по официальной цене а когда идет большой товара дефицит они его просто выставляют на более высокую цену продают как бы просто людям хочется поиграть больше нигде не купить как у меня у них может быть и такое но говорят что когда появился playstation 4 в им видео то есть первая волна была до завоза и и раскупили за день ну я не знаю сколько же тогда консоль и привезли что за раскупили за день для такого маленького города как сочи наверное наверное очень мало поэтому вывод такой поэтому спасибо вам огромное ребята что есть у вас энтузиазм смотреть сейчас данный момент у меня идет в основном да это прохождение фейбл конечно же будет выкладываться пейдей с павлом плюс нейзер который мы на записывали так тоже на выходных и конечно же мы будем добивать алан века и нельзя гайден то есть какого-то точного расписания я пока что сказать не могу но я знаю что минимум одно видео в день я буду выпускать это железно это сто процентов дальше пошли значит по поводу записи совместные с лет плейей вроде бы договорились на выходных ждет вас небольшие небольшая новая игра хотя она не новая уже не имеем на запись будет вам интересно говорит сейчас не буду знаете как заранее не говори губ пока не перепрыгнешь поэтому увидим посмотрим но вот планы такие грандиозные да несмотря на то что рабочая неделя началась но мы не забрасываем канал мы и вас не забываем даже возможно к этой игре присоединиться еще один человек и будет прохождение троем кто пока что говорить не буду это из наших друзей ну думайте сами что еще значит по этим играм я думаю что обязательно мы должны закончить мы их не должны бросать а также из пк прохождение на персональном компьютере это также у меня нужно будет закончить второй сезон первый эпизод хобячих мертвецов осталось то может быть геймплея на час ну а дальше видно будет дальше видно будет буду просто мониторить ходить по магазинам очень хочется купить наконец-таки next-ген сделать распаковку для вас показать все это как вообще выглядит да мне просто вот не знаю руки чешутся безумно поэтому вот что-то вот хотелось хотелось вам этом поведать почему вот до до сих пор нету потому что нет в магазинах нету просто банально банально его не при ее не приводит как бы это не звучало но нет нету 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 вот еще на днях я приобрел новый такой гаджет и не знаю вам видно потому что сейчас я не могу видеть себя на мониторе на дисплее потому что я снимаю опять же да я сказал снимаю с помощью другого другого другой аппаратуры на мобильный телефон поэтому не знаю видно не видно а надеюсь что да я вот так постараюсь покрутить значит что это такое это коробка от ушей которые игровые которые завоевали огромное множество наград и самое главное которые сейчас уже не такие бешено дорогие как будто это работа трейдер дат новинка рейзер берет за свою как бы новинку да и вот у рейзер хорошие уж но дорогие я бы не сказал что там что выдающиеся вот у меня есть зенхайзеры уши мои да я считаю что они на порядок выше рейзера но это музыкальные уши от игровых это нужно как бы разделять игровые отдельно музыка отдельно называются они стил сервис сайберия вольт 2 или вершин 2 и не знаю как это аббревиатура рассчитывается фулсайз хэдсет прогейминг хэдсет значит вот так вот выглядит задняя сторона и конечно же вот тут лежали уши значит что они из себя представляют они вот такие вот здесь вот очень удобная вот такая вот штука есть да не нужно вот их растягивать настраивать она сама автоматически настраивается когда ты их одеваешь очень удобные амбушюры амбушюры это вот эти вот такие вот кожаные вкладки как так назвать да для ушей то есть облегают на все сто процентов причем хрящи ушей да у кого может большие у кого маленькие допустим вот у меня узенхайзеров они видите какие они малюсенькие и когда ты одеваешь они очень сильно давят соответственно музыку можно слушать да там сколько час два послушаешь от силы ты наслушаешься в игры ты можешь играть по пять по шесть часов сессии могут проходить да будет лучше просто у вас будет отваливаться соответственно почему я их и купил то есть обычный выход на мини джек у этих ушей то есть мини джек подождите не мини джек обычный джек кабель да вот они вот так прикладывается и здесь еще вылазит вот такой вот микрофон он очень удобный и довольно таки качественный конечно же если у вас есть хорошая звуковая карта если нет хорошей звуковой карты как данный момент у меня то лучше конденсаторный микрофон такой какой у меня есть стоит может быть не знаю видно не видно вам в общем вот как то так вот такие вот туши очень удобный микрофон то есть там обычный да вход для микрофона вход для наушников два провода и еще есть для них удлинитель такой большой довольно длинный то есть их можно подключить это очень удобно также есть микшер переключения вы можете настроить громкость звука прямо на нем я сейчас показывать его не буду потому что он дотягивается навряд ли вот или также включить с этого переключения на наушниках свой микрофон либо его полностью отключить хорошие уши за них я отдал я не помню уже что-то около тысячи с чем-то рублей за такие деньги я считаю можно просто просто брать сразу же с витрины не думая потому что такие уши столько не стоят минимум минимум пять а то ну может быть если вам повезет за три с половиной тысячи рублей вы такие купите я покупал в днс салоне не знаю они были последние отлично работают новые новые сами по себе видно что с наклеечками их никто не пользовал поэтому вот так вот ну что ж все что в принципе хотел рассказал извините что сегодня на такую камеру хотя может быть такая возможно тоже неплохо снимает подписывайтесь комментируйте с вами был анкей всем пока пока всем пока пока и